добрый день всем мы продолжаем наше занятие по источникам книги и мы пытаемся не просто понять что есть какие-то основания у тех законов которые приводит но и увидеть как бы откуда они берутся увидеть сами источники поскольку мы считаем что это очень много дает человеку для того чтобы разобраться вообще в его подходе подходе рабочерки в еврейском отношении вообще к законам на и но в прошлый раз мы занимались больше классовскими обоснованиями законодательства для человека вообще откуда берется у всевышнего права и у человека обязанность соблюдать закон а сегодня мы переходим к вопросу более конкретному законам на и но так я поставлю извините видно да 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 вот третье на самом деле может быть неправильно надо было поставить номер еще я поставлю только номер ссылки в прошлый раз мы забирали вторую ссылку а сейчас у нас на очереди третье и текст из книги сам говорит традиции народа израиля утверждает что творец заключился людьми завет в основе которого лежат семь заповедей называемыми называемых заповедями но вот к этому тексту дает ссылки ссылка на берешит ссылку на талмуд ссылку на книгу заре и на ммм они до мишны тора закон так что я предлагаю пойти прямо по этим источником кто готов прочесть и перешить если тут что-то я могу прочесть отлично и так берешит 9 глава и благословил бог ноха и сынов его и сказал им плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю и боязнь и страх перед вами будет на всяком звере земли и на всякой птице небесной на всем что движется на земле и на всех рыбах морских ваши руки отданы они все движущиеся что живет будет вам в пищу как зелень травяную даю вам все только плоти при жизни ее крови ее не ешьте особенно же кровь вашей жизни взыщу я от всякого зверя взыщу я ее и от руки человека от руки брата его взыщу душу человека кто прольет кровь человека того кровь прольется человеком ибо по образу божию создал он человека вы же плодитесь и размножайтесь и распространяйтесь по земле и умножайтесь на ней и сказал бог ноху и сынам его с ним так вот я устанавливаю союз мой с вами и с потомством вашим после вас и со всяким живым существом что с вами из птиц из скота из всех зверей земных которые у вас из всех вышедших из ковчега из всех животных земных и устанавливаю союз мой с вами и не будет более истреблена всякая плоть водами потопа и не будет более потопа на погубление земли и сказал бог вот знак союза который я даю между мною и вами и между всякую душой живую которая с вами на вечные поколения радугу мою дал я в облаке и будет она знаком союза между мною и землей и будет когда я наведу облако на землю и появится радуга в облаке я вспомню союз мой который между мною и вами и между всякой душой живой во всякой плоти и не будет более вода потопом на погубление всякой плоти и будет радуга в И увижу ее, и я увижу ее, чтобы вспомнить союз вечный между Богом и всякой душою живой во всякой плоти, которая на земле. И сказал Бог Нуаху, это знак союза, который я поставил между мною и всякой плотью, которая на земле. Я понимаю, это ответ на вопрос про завет. То есть нет здесь семи заповедей, нет заповедей Бнойноха. Здесь у нас фраза, которую говорит Рафшерке, традиция народа Израиля утверждает, творец заключил с людьми завет. И вот на слово завет у нас это ссылочка. Совершенно верно, да. Хотя вообще говоря, казалось бы, если мы говорим о законах Нейноха, то Тара должна была сказать, какие требования предъявляется человечество в этом завете, какие заповеди. Тем не менее, как бы это остается, есть тут некоторые из них сказано, чего нельзя, в общем-то, кое-что, но не все. Явно не семь заповедей. При этом само слово Брит, завет, да, в этом отрывке встречается ровно семь раз. В чем, опять же, намек на семь заповедей. Да, вот вы предсчитаете, почему Тара оставить эти семь заповедей, это непростой вопрос, у меня нет однозначного ответа на него. Как бы в намек. То есть они как бы существуют, но прямо не сказано. Вот намек семь раз встречается с царем. Ну хорошо. С другой стороны, понятно, что какие-то обязательства человечеству нужно. Вот он кровь не разрешает есть, плотью при жизни ее не разрешает есть, убивать не разрешает. Уже, так сказать, видно, что какие-то требования есть человечеству. Но при этом мы знаем, что их больше, чем их перечислено. Не числено. И мы их получаем исключительно по традиции, по устной традиции, а не по письмам. Хотя, на самом деле, то, что я хочу сказать, и раз Шеркин на эту тему нам в лекциях упоминал, я сейчас точно не помню где, что на самом деле из Тары, конечно, можно выучить запрет для всех этих вещей и обязанностей, которые есть у него в отношении судов и так далее. Ты можешь, читая Тару, это все усвоить. Ну, например, запрет убийства с Кайном и Эвелем, понятно, что это совсем не то, что хочет человек. Есть здесь запрет. Ну и так далее. Есть вопрос, который был Раву Шерки задан на его уроке. Это редкий момент, когда Рав Шерки сказал «не знаю». Ну, на самом деле, он сказал «не знаю», потом подумал секунд 15-20, тоже само по себе редкость, а потом дал ответ. Вот его ученики спросили, Рав Шерки, а почему называется Шева Мисвод Бней Ноах? Они касаются Ноаха или нет? То есть, должен ли Ноах их соблюдать? Ведь заповеди для Бней Ноах. Вы помните, да, когда Рав Шерки буквально завис? Просто все аж напряглись. Ну, правда, он выкрутился. То есть, не выкрутился, а он вспомнил, что похожим образом была дана Тара от Маше. Тора от Сива Лану Маше. То есть, можно ли вопрос задавать Маше, должен соблюдать Тору или нет? Потому что написано Маше Дал Тору. И это, как бы, Рав Шерки просто гениально вспомнил и вовремя. Я думаю, это вопрос, который могут задать некоторые люди. Да, конечно. Но, с другой стороны, в следующем параграфе мы будем изучать, откуда наши традиции выводят эти семь заповедей. Она их вывозит из того, что Бог сказал Адаму. Так что, с одной стороны, они называются заповеди в Нейно, а с другой стороны, почему-то традиция их относится к Адаму. А вот еще интересно, что здесь явно есть две заповеди. Это плодитесь и размножайтесь и не ешьте крови. А напрямую они всем заповеди не вошли. Насчет крови тут есть. Это и в Талмуде есть. И вообще, в принципе, кровь, она же, как бы, часть от живого животного. Поэтому не особенно эта сложность. А вот про плодитесь и размножайтесь, безусловно, есть объяснение, которое дается в нашей устной традиции. И там утверждается, что те заповеди, которые были даны до дарования Тары, а потом повторены на Синае, от них как бы человечество освобождается, и они целиком переходят в ответственность еврейского народа. В частности, значит, плодиться и размножаться, теперь как бы мне ног не обязаны, а обязаны евреи. Ну, тем не менее, есть еще некоторые вещи, я не знаю, как уточный статус у него. Называется так. Нихама, ты запуталась просто. Я не запуталась. Нет, просто в 59-й А написано в Сангибрине, если заповедь была дана до дарования Тары и повторена, тогда это заповедь касается всех. Это универсальная заповедь. Но если она была дана до дарования Тары, не повторена, это для евреев. Если она была дана после, ну, точнее, на горе Синай, тогда она для евреев. И, собственно, только нужно нам попытаться доказать, если она где-то, эта заповедь плодиться, размножаться после дарования Тары. И, к сожалению, Талмуд находит два варианта, Тазрия в основном, там, начало главы Тазрия, если зачнем, и плюс, когда после дарования Тары Всевышний сказал Маширобейну, ты оставайся со мной, а вы идите и исполняйте заповедь. То есть, вы идите в свои шатры. Не тот, не тот случай не является полноценным повторением этой заповеди плодиться. Нет, ты прав, конечно, да, я не совсем, с сегодняшнего дня, не совсем, неправильно сказал, но наоборот. То, что я хотела сказать, есть, при этом есть такая штука, то есть, это вообще не старые, это из Писания, это из книги Шаял, что фраза, о которой говорится, это, как бы можно считать, это свара, соображение, что Бог не зря, не ради хаоса сотворил мир, а сотворил для своего, для шевых, ну, возвеличивания, для своего, вообще, для славы, да, сотворил. То есть, это смысл, как бы, в определенном контексте понимается так, что мы не можем не дать возможности человеку, мы обязаны помочь людям, если они хотят рожать детей, размножаться, продолжать мир. Это очень важная митва, как бы сама по себе, которая не сформулирована, как митва. Но это, как бы, в настоящий момент, не совсем наша тема. Ну, если нет вопросов по Берешит, можно перейти к Талмуду? Ну, конечно, по Берешит возникает очень много вопросов, но, тем не менее, главные точки, я думаю, действительно, то, что есть завет с ноухом. И завет, он не просто так висит в воздухе, а на чем-то он осмолвится. Поэтому, действительно, это самое. Для Рабы Ширки важен сам факт союза между дворцом и творением. А его содержание – это как раз предмет обсуждения. Да, вот это, наверное, сегодня мы в основном будем обсуждать. Семь или больше, или меньше. Нет, мы, на самом деле, мы здесь, по-моему, как хотите, мы дальше, наверное, не уйдем все-таки. Потому что там есть еще другие мнения, что их больше, чем семь и так далее. Но это, вообще говоря, в этом куске трактата «Санедрин» там очень много, говорится, много, очень много листов обсуждается в заповедении «Ноух», и там очень много, так сказать, пиркулин, то есть споров и различных мнений. Мы, как бы, говорили до этого, по-моему, с Димой, что мы не будем в это влезать, а прочтем небольшой кусок, который касается именно «Семь заповедей». Если хотите, можно продолжить. Я тут привела большой кусок из перевода. То есть вот здесь начинается обсуждение заповедей «Ноух» в Талмуде, и дальше там много листов этому посвящено, правильно? Нет, здесь не начинается, даже есть раньше. Есть раньше, но само понятие «Семь заповедей», оно, по-моему, начинается здесь. Может быть, где меня поправят, может быть, там раньше упоминается, но, по-моему, только отсюда начинается. Только вот эти листы 56, 57, 58, 59, 60. Нет, до этого тоже есть обсуждение обязанностей «Ноух». Но не «Семь заповедей». Таким вот образом «Семь заповедей», как они выводятся, только здесь. Я считаю, что всем «Ноухам» надо читать наизусть вот эти листы 56, 57, 58, 59. Ну, да, это, наверное, надо, но мы как бы сегодня только в узком смысле. Как-нибудь можно этому позвинить отдельно занятия? Можно вопрос такой в общий, принципиальный? Все-таки мы с вами знаем и помним, что существует два Талмуда – «Вавилонский и Иерусалимский». И хотя запечатанный, законченный «Вавилонский» и вся лоха вводится по «Вавилонскому», но все же, вот, допустим, тот же «Зерашемшон» или «Арахай Макадош», они постоянно на «Иерусалимский» ссылаются, да? Но «Иерусалимский» и «Талмуд», он немножко по-другому на «Бнынохов» смотрят. И заповедей там больше 32, и многие вещи по-другому. Можем ли мы сейчас, зная, что евреи уже собираются в земле Израиля, постепенно, постепенно цитировать «Иерусалимский» Талмуд? Или мы привязаны к «Вавилонскому» навсегда? Нет, я думаю, постепенно должны, тем более, что эта тема, она разрабатывается, я думаю, по моему мнению, сейчас действительно разрабатывается замок. И вполне, если не как за лоха, но как второй план, безусловно, во многих вопросов, не только вопросов «Иерусалимский» принимается во внимание. Хотя, конечно, так сложилось, что «Галаха» пошла по «Иерусалимскому» в основном, но все-таки большим отрицением сложных вопросов ссылается на «Иерусалимский» тоже. Ну, ты приводил примеры комментаторов. Комментатор, он может себе позволить. А когда там галахист, у него, так сказать, рамки традицион более жесткие. Хотя, мне кажется, что, так сказать, обновление вот этих законов на Иноха, оно обязывает и смотреть «Иерусалимский» стал мудный. Я его не учила, честно скажу. То есть я тут и там какие-то вещи изучила из «Иерусалимского», но непоследовательно. И, может быть, это тоже важно будет сделать. Ну, давайте тогда прочтем то, что пишет нам. Я буду читать тогда то, что Рав Саврасов перевел. Те, кто с нами, посмотрите, как устроен этот текст. Он устроен так же, как я говорила, как Штензальц. Вот этот текст, который не выделен, я сейчас подчеркнула его, не выделен жирным текстом – это дополнение. Дополнение переводчика. Потом идет текст на юриде. Потом его перевод, который он внутри, он жирным шрифтом. И, тем не менее, внутри самого перевода есть еще дополнение, чтобы мы не запутались. Вот. Так оно устроено. И тут, значит, говорится так. Далее Гемара приводит «Далее». То есть это продолжение обсуждения темы в Нейнох, которая была поднята раньше, но она как бы… Как часто бывает в Талмуде, она пришла как бы со стороны обсуждения некоторых законов еврейских, и спрашивают заодно про законы Нейнох, и так мы пришли к тому, откуда они вообще берутся. Далее Гемара приводит еще одну барайто. Тех, кто не в курсе, барайто – это галактические сборники, ну, вроде меньшие, но те, которые не вошли в меньшую. Есть отдельные сборники галактические, такие как «Косеффа». Барайто может относиться к «Косеффе», например. А есть просто барайто, которые нам известны только от того, что они приводены в дискуссии, которая происходит в Талмуде. Там барайто может противоречь Нишне, например, и тогда разбираются, кто тут прав. А иногда просто она приводится. И вот это у нас барайто, то есть это источник от Таная, времен Мишны, приблизительно. Если у тебя есть какие-то, так сказать… Нет, ну не просто все, барайто на арамейском внешне. То есть она считается внешней, потому что тот человек, который составлял Мишну, раби Ягуда Анаси, он по своим соображениям не включил в Мишну. И поэтому она такой же силой, как и Мишна, но она не включена. Нет, 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 это не совсем правильно. Но это не важно, мы сейчас в это не будем влезать. Потому что некоторые барайки просто… Мудрецей надо говорить, иди учи это снаружи, уходи. Своим барайки. Это не точно. Есть некоторые барайки, на которые мы полагаемся, которые вышли из какого-то уважаемого Бетнинг Раша, в котором все проверяли как следует. А есть барайки, которые пришел, человек сказал, вот я слышал такую барайку. Ну, слышал, да. Ну, иди учи снаружи, это не лезть ни в какие ворота. То есть такое тоже бывает. То есть получается, что в Мишне про Бнейноах ничего не сказано, да? Только в барайке в текстах следующего порядка. Ну, это не значит, что следующего порядка. Я, так сказать, привела пример, что барайки, они не всегда стопроцентны, но на самом деле это того же времени источник. И в данном случае мы увидим, что есть разногласия. Действительно, есть разные барайки, или во всяком случае есть разные традиции по поводу того, как выводится, немножко разно, как выводится Семьзад. Но на самом деле не всегда так все очевидно. Иногда барайки оказываются более авторитетными, чем Мишна. А все бывает. Учили мудрецы в барайке. Семь заповедей заповеданы детям ноах. Установить суды. И запрет богословения Всевышнего. Беркат Ашем. Так это написано, но это имеется в виду проклятие. Запрет служения идола. Запрет разврата. Запрет кровопролития. Запрет добежа. Стража и грабежа. В общем, присвоение чужого вообще. И запрет употреблять в пищу орган живого животного. Если бы был Раф Шерки, он бы сейчас сильно заругал. Он на своих уроках запрещает говорить вот хилуль и дальше что-то кроме имени. То есть нельзя написать запрет Всевышнего, за благословение Всевышнего. Надо писать запрет имени Всевышнего. Либо имени. То есть невозможно для человека... Это ты сейчас в шилососе перешел. А ты же пишешь имя? Беркат Ашем. Имя, да. Имя Всевышнего. Человек не может проклясть Всевышнего. Хочет он этого или не хочет он этого. Раф Шерки разозлился один раз, чуть не бросил чаем с ученика. А почему все-таки написано благословение? Это называется чистый язык. Называется такой странный термин. Лошон сагинаон. Язык как бы очень видящего. Когда мы говорим про кого-то, что он очень видящий, имеется в виду шонский поезд. Переворачивающий такой язык. Например, говорят, что не Исраиль, а имеется в виду Израиль. То есть она говорит, что ненавистники Израиля имеют в виду сам Израиль. Когда что-то плохое про них говорит. Чтобы не говорить... Но в данном случае мы не можем сказать, что это проклятие. Это не укладывается в текст. Мы говорим благословение, имеем в виду проклятие. Надо сказать, что это начал еще царь Давид Тейли, продолжила Мишна. И Маймонит даже точно так же это пишет. То есть это традиция тысячелетняя. Вот таким образом. Это не эфемизмы даже. Я думал сделать любая из Ковареба, который вместо больницы говорил лечебница. Но это тоже не то. Здесь переворачивается смысл вообще. Но те, кто знает, о чем речь, для них это не проблема. Потому что эта область ограничена довольно небольшими примерами, я думаю. Вот Перката, то, что я привела. Благословение Всевышнего, ненавистники Израиля и Сагинаур. Ну, иногда еще в других бывают смысл. Сагинаур, как-то сказать, сильно, сильно, не видящий, а сильный свет, что-то в таком, сильно освещенный. В общем, мы вот сейчас прочтем еще, что есть еще добавление. Да, это здесь действительно так. Раби Ханина бен Гамла сказал, потомка Мноха так заповедана о запрете пить кровь от живого животного. Ну, в общем, в принципе, можно считать, что это часть от Эвер Минахай, часть от животного. Но он добавляет как отдельный запрет. Раби Хитка сказал, потомка Мноха так заповедана о запрете кастрации и всякого рода стерилизации как человека, так и животного. Раби Хитка сказал, потомка Мноха так заповедана о запрете колдовства. Тоже теоретически можно было бы сказать, что колдовство это входит в долбоклонство, но это как отдельный запрет. Раби Хитка сказал также о запрете всего, сказанном в отрывке о колдовстве. Потомок Мноха предостережен. Как сказано. Это сказано по евреям, тем не менее, а принцип тут, видимо, присняется. Не найдется в тебе проводящий сына и дочь его в огне, выражающий его разбу, фокусник, толкователь и колдун, и собирающий сборище, чьего вещателя, ведун, и упрощающий мертвый. То есть не только, собственно, колдовство запрещено, и все перечислено здесь, а доказательство, что это предостережение потомкам Мноха в том, что стих, который следует сразу за этими стихами, сказано. Из-за этих мерзостей Всевышний властелин твой изгоняет их перед тобой. То есть как бы вполне логичное предположение, что если из-за этого он их изгоняет, это значит, они делали запрещенные вещи. Ну и раб поясняет, как мы видим из этого стиха, народу Кнана были запрещенными ранее преступления. Ведь, как известно, Всевышний не наказывает ни за какие преступления, если не предостерег, а запреты ранее. И этот принцип, в общем, он проходит через весь столбус, и должно быть по поводу любых преступлений, должно быть предостережение. Предостережение по-русски. Предупреждение. Предупреждение, предостережение по поводу любого нарушения. Сначала есть запрет, а потом есть наказание. Это так в отношении всех запрещенных, ну, для народа Израиля тоже так. И это общий принцип такой, в котором часто Талмуд обращается. Нехамад. Да. А скажи, а зачем это все здесь написано? Если через несколько листов мудрецы постановят обратное? Ну, так у нас Талмуд. То есть, то, что мы сейчас прочитали вот с вами, это не является законами, потому что в некоторых случаях мудрецы разрешат пить кровь от животного и так далее. Зачем лист сейчас Талмуда нас как бы запутывает? Ну, потому что Талмуд – это же не кодекс, да? Открываешь рамбам и читаешь, все, надо сделать так-то, надо делать так-то. А Талмуд, он содержит принципиально все мнения существующие, хотя он потом их и откладывает, отрицает. Считает, что это не Галахан. Тем не менее, у всех этих мнений есть определенные важности. Несмотря на то, что они не постановлены как Галахан. Я не Галахист, но, например, у облегчайших мнений, во-первых, все это входит как бы в общий принцип, что и то, и другое слова Гожевого, например, сказано про разногласия Лиля и Шамая, но это сказано вообще про все разногласия, которые лишены Шамая, то есть ради небес. У людей была такая традиция, они ее приводят, или у них были такие соображения. Вот это соображение, которое он приводит, оно логично, да? Тем не менее, оно может быть не принято как Галахан. Это, в принципе, так устроен Талмуд, и поэтому мы, когда его изучаем, для нас важно услышать и другие мнения, и те, которые не приняты Галахитой, потому что они как бы создают некоторое пространство Галахи, то есть закон, он не лежит сам по себе, вот надо так-то и так-то, а вокруг есть еще какие-то области такие серые, скажем, да? Так не постановлено, но тем не менее, если ты хочешь, например, Ляхми, ты хочешь сделать лучше. Устражение. Так это вполне легитимно, устражать в тех местах, в которых есть мнение, что это запрещено, например, да? Но другие вещи, которые ты хочешь устражать, может быть, не имеет смысла этого делать. Может быть, глупость какая-то, что ты решил устражать, там, где нет никаких мнений, что это лучше или хуже, то есть лучше или важно, да? А там, где есть мнение, да, что это запрещено, например, кладовство, может быть, за это, конечно, на инорх и наказывается смертью, нельзя наказать, но тем не менее, если человек хочет взять на себя дополнительные какие-то вещи, то, безусловно, это приветствуется. Я думаю, это важная вещь. Получается, здесь такая картина. Они вначале приводят утверждение Танаев, да, времен Мишны, о том, что есть семь заповедей. И потом начинают добавлять. А здесь сидят амараи, да, мудрецы как бы следующих поколений. Нет, Рабишимон, это… Нет, нет. Честно говоря, надо посмотреть. Рабишимон, Раби Йоси, это все Танай. А, вот как. Я думал, что… Нет, нет, это… Надо проверить. Я не знаю, кто такой Рабишимон. Рабиханина Бенгамла, помните, тоже Танай. Давайте это самое быстренько спросим у Гугла. Ну, Йоси Гагалили, скорее всего, и тогда он точно Танай, да? Раби Йоси, Стам Раби Йоси, это Раби Йоси, насколько я знаю. Так, например, Стам Раби Шимон. Это Раби Шимон Барефай. Это тоже как бы Танай. Или Стам Раби Лезер. Это Раби Лезер Оркен. То есть, когда он… Все бывает. Бывает, что иногда есть какие-то герсаоты, то есть, варианты текстов, из которых видно, что это в данном случае не имеется в виду. Это Танай, а кто-то другой. То есть, в данном случае это не то. Одну секундочку. Рабихи, как вы знаете? Самое-самое интересное для меня лично было бы. Вот разобрать слова Раби Йоси, который запрещает не только Аваду Зару, а все на свете, смотрите, и колдовство, и толкование, и фокусы, и ворожба. Вот интересно было бы, Раби Йоси спорит с другими мудрецами, которые будут разрешать Бной Нохам чревовещание, а Раби Йоси запрещать. Вот интересно… Проразительно, на самом деле, что Раби Йоси, в данном случае, видимо, или это другой действительно Раби Йоси, или это исключение, потому что Аллах обычно идет по Раби Йоси против тех, с кем он спорит, даже если их много. Раби Йоси, у Тана, Бедора, Руби, или Танаи. Это Тана, естественно. То есть, и другие, наверное, тоже Таны. Кто у нас еще там был? Раби Йоси, они на Бенгаму. Ну, сто процентов, потому что на территории Палестины, наверное, в то время только Танаим жили на территории Палестины. В какое время? Ну, вот Гамла, ее же римляне развалили. То есть, он не мог жить на развалинах. Ну, мало ли там, да. Я думаю, что Тана. Тана, Лидорыч, да. То есть, как бы, традиция, которую передает нам Талмуд, но она традиция от Танаим. Весьма возможно, однако, что это вообще продолжение этой братья. Потому что, несмотря на то, что в Илонске Талмуд хорошо отредактировано, тем не менее, иногда не очень понятно, где кончаются братья. Весьма возможно, это все продолжение этой братья. Братья – это источник Танаев. То есть, мудрецы – это Хохамим, Танурабанат, они вот высказали такую идею. А потом приводят в то же самое братья еще другие идеи тех других Танаев, которые в их же время живут. То есть, здесь нет такого, что семь заповедей – это высказывание более там авторитетных мудрецов, чем те, которые начинают добавлять. Мы это не знаем, да? Либо это просто тот самый спор, в котором эти семьи были выведены. Нет, они не выведены. Откуда они берутся, это мы посмотрим дальше. Но спор здесь, спор между разными Танаями. На самом деле, очень странно, действительно. И мы не знаем, кто это Рабанан, между нами говоря. Это самая загадочная вещь, потому что это частая вещь. Учили мудрецы Тану Рабанан, и там идет какая-то братья. А потом арабия Игута говорит, так-то и так. Он с ней не согласен. И кто эти Рабанан? Мы не знаем. Иногда Гиманас спрашивает, а кто вообще такие Рабанан? Мы должны, для того, чтобы разобраться, почему у них есть разногласия, мы хотим понять, с кем он спорит. В данном случае, это не тот случай. Мы не будем интересоваться, кто эти Рабанан. Но странно, вот мне лично странно, что Галахань не породился, потому что во многих, почти во всех случаях, в большинстве, не бывает 100%. Это есть, по-моему, в Урубине, перечисляются законы, постановления, по кому идет Галахань. И там, например, говорится, что кто против кого. Раби-Яшуа и Раби-Лезер, если они спорят, кто побеждает. Раби-Илуда и так далее. А вот Раби-Яшуа, он даже если спорит, это единственный случай такой. Если он даже спорит со многими, все равно он побеждает. Но в данном случае мы видим, что нет результата. Но это непростой. Нихама, помнишь, я в самом начале спросил про Иерусалимский Талмуд? Так вот, все мудрецы, которых мы сейчас с вами читаем, почти все, это как раз представители мудрецов, которые жили на территории Израиля. Это первые Таная. Ну, естественно, Таная, они все на территории. И в Иерусалимском, вот это все, что мы сейчас считаем, как бы предложение внести всем заповедей, они существуют как заповеди в Иерусалимском Талмуде. А в Вавилонске их просто поубирал и оставил всем основных. Понимаете? Да, да, я понимаю. Я говорю, что странно, например, с Раби Йоси. Потому что обычно, и это Вавилонский Талмуд сам пишет, что Раби Йоси умнее всех и втрететь не всех, и всех побеждать. Например, Раби Мейер, от которого Мишна, если Раби Мейер и Хохамим, Калахак, Хохамим. Не как Раби Мейер. А вот Раби Йоси, он сильнее. Ну, в данном случае, как бы, это надо дойти до конца, чтобы понять, почему это отклонено. Но мы до конца, видимо, не пойдем сегодня, а только немножко продвинемся. А вот сейчас мы доходим, откуда мудрецы выучили этот закон. И это само по себе очень интересно. Вообще, зачем это нужно таким образом учить? Дальше про это будет писать в книге Кузари Магараль. Какое-то он объяснение такое дает. Но, в принципе, совершенно непонятно, почему таким вот мнением, очевидным, почему таким вот заковырившим, таким сложным способом нужно выводить эти все законы из этого стиха, который мы сейчас дальше прочтем. Минаган и Милет, это такой стандартный вопрос Гемара, извините, что по-арамейски, имеется в виду, откуда мы это все берем, из какого стиха мы это трактуем, из какого стиха мы это выводим. Далее Гемаре выясняет, откуда мудрецы Брайта выучили эти законы. Действительно, Брайта кончается здесь, когда высказаны все мнения Таная, которые вас выучили, Брайта приводят. Сказал Раби Йоханна. Раби Йоханн – это уже Аморка. Он Раби, это значит, что это Эрдзес Рэли, то есть Израильский. Аморай, Аморай – они, значит, послепоколение Мишнуша, мудрецы. И они были и в Вавилоне, и в земле Израиля. Раби Йоханн – они самых выдающихся и авторитетных израильских Аморай, а те, которые выгодны, называются Раби. А поэтому легко различить. Хотя иногда бывает путаница, но в основном Раби – это всегда Израиль. Я сказал Раби Йоханн – откуда он это знает, скажем, да? Видимо, он получил-то и по традиции от кого-то. Не может быть, чтобы такая странная вещь он сам придумал, как мне кажется. Но вообще это не проясняется никогда. Откуда берется такое заковыристое толкование? И все это учит из того, что сказал стих «И заповедовал Всевышний властелин человеку» «Адаму». Честно, я в скобку скажу, что при переводе всегда возникает вопрос, как переводить «человеку» или «Адаму». Когда говорится «Адам», в тексте понятно, что идет речь о первом человеке на Иврисе, а по-русски не совсем понятно, что надо писать. «Говоря от какого…» «Говоря от всякого дерева сам миш». И вот каждое слово дальше объясняет все слова этого стиха следует толковать как говорящие о разных заповедях. При этом из слова «И заповедал» это заповедь установить суды. Откуда мы это знаем? Из-за того, что он также говорит в другом месте, ибо я знаю из-за того, что заповедует он потомку творить справедливость и правосудие. Откуда это? Это сказано про Авраама. Про Авраама. Авраам же потомки Авраама это евреи. Причем здесь бденок тогда. Нет. Объясняю. Значит, каким образом делается связка между словом заповедал и суды? почему я во-первых, у меня есть аксиома. Вот в этой фразе заповедом Всевышний властелин человеку, говоря от всякого сада есть, в этой фразе зашифрованы семь заповеденов. Это аксиома. Как они зашифрованы? Есть шифр. Каждое слово означает одну же обыдь. А как мы делаем идентификацию слова и заповеди? Мы находим какую-то связку, какое-то упоминание в таре этого слова, которое нам намекает о том, что оно означает в этом стихе. Там сказанное заповедом, ибо я знаю, что из того, что заповедует он потом творит справедливость и правосудие в докалнисту. По-видимому, упор здесь на правосуде межпад. Авраам заповедует творит почему так? Это не единственное слово, безусловно, в таре, где упоминается заповедь. Вот выбирайте стих какой-то, и он в соответствии с той связкой, которая есть в этом стихе со словом заповедует. И правосудие говорит, заповедовал вот в этом нашем стихе, который мы разбираем, означает правосудие. Нехама, ну здесь запутаться можно. Я надеюсь, что сейчас нам Раби Йоханан расскажет, что он вывел все законы из этого пасука 2.16 про Адама. Я напрягся, и где же тут заповедал слова Всевышнего Адаму. А Раби Йоханан резко начинает нам рассказывать про слова Аврааму. Не понимаю, а что он забыл про то, что он про Авраама, про дерево кушать? От каждого дерева и сада ешь. Еще раз. Вы поняли или нет? Сказал Раби Йоханан законы мы все учим из того, что Всевышний сказал Адаму. И даже пасук привел 2.16. Да. Но для того, чтобы понять, какое слово соотносится с каким законом, я беру какой-то стих из Тары и даже до Истанаха и говорю, вот там далеко-далеко. эти два понятия связаны. И поэтому в нашем стихе я тоже к этому слову привязываю эти понятия. За всем этим, за всем этой трактовкой безусловно стоит определенное сварата, что называется, соображение. Во-первых, это соображение о том, что в этом стихе зашифрованный закон. во-вторых, о том, что я могу найти в Таре или даже в Танахе ссылки какие-то, которые мне разъясняют, что имелся в виду в этом стихе. Это кзера-шава, по-моему, называется, да? В данном случае это не кзера-шава, потому что вообще это не, как бы сказать, не написано здесь, что это кзера-шава. Асмахта? Асмахта называлась, нет? Скорее асмахта, да. Потому что кзера-шава это гораздо более серьезная и сильная вещь и должно быть сказано, если это кзера-шава. А она ведь похожа на кзера-шаву, конечно, да. А что такое асмахта и чем она от кзера-шава отличается? Асмахта, в принципе, это не не вывод закона, а некоторые связывания, чтобы запомнить? Ну, да, в таком духе. Например, когда он употребляет понятие асмахта? На самом деле этот закон мы знаем, говорит Талмуд, от Машима Синаи. Есть определенный тип законов, не будем вдаваться глубоко, что это реально означает, от Машима Синаи, традиции от Машима Синаи никак не выводится из старых. А то, что ты мне пытался вот сейчас выводить, до этого, да, допустим, Талмуд, выводил из каких-то стихов, и у меня была с этим сложность, не складывалась. и ответ такой, Галаху мы знаем сами, мы знаем их от Маши традиций. А то, что ты мне сейчас привозил от асмахта, ну, просто вот значок, который тебе помогает запомнить, да? Я понял, да, что тут у нас нужно привязать суды к слову заповедал, да, мы находим другой посуг, что заповедует, заповедует что? Суды, мишпад, да, это было сказано Аврааму, вообще по другому поводу, но у нас, как бы, вот это два слова заповедал, связанное с судом в одном из этих мест. Да, совершенно верно, но не случайным образом это все же выбирает Рабьоханан или традиция связать именно с этим стихом. И это самое загадочное в этой ситуации, потому что есть и далее у Израиля заповеди устроить суды, да, можно было найти другой стих, в котором соседствуют эти слова заповеди суд. Но, видимо, в каком-то очень идеологическом важном смысле ему важно здесь сослаться на Авраама. Может быть, может быть, я бы думала, может быть, если и станет к тому, что Израиль, если он сможет реализовать справедливый суд, это какой-то пример для народов мира, которые могут по примеру Израиля тоже у себя устроить справедливый суд. То есть тут всюду есть какие-то намеки, есть какое-то второе дно или какая-то идеология за тем, что именно такие стихи приводят для расшифровки этого стиха. Очень интересно. Да, это очень интересно, это само по себе требует размышлений, наверное. Мы знаем, что спор Маймонида и Нахмонида, что такое Денин, суды. То ли это реально суды как таковые, поставить здание, посадить человека, дать зарплату стол, стул и написать сверху суд. С другой стороны, тот же Нахмонид говорит, что нет, ни в коем случае, так не надо понимать Денин. Суды, это в общем смысле. Там нужно не только поставить стул-стол и дать ручку, а еще всю-всю законодательную базу туда написать в виде кодекса всяческих налоговых, административных и уголовных и так далее. Вот что здесь имеется в виду интересно. Я так понимаю, что оба мудреца, и Нахмонид, и Маймонид, они берут отсюда свое мнение. Не знаю. Я вот вижу здесь обычные суды сделать, но правда как судить здесь не на самом деле как раз Навару можно понять, что заповедует Авраам своим потом творить справедливость и правосудие. Имеется в виду скорее общая вещь, чем какие-то создания конкретных кодексов. Справедливость установить. Да, установить справедливость и правосудие. На самом деле мы много раз от Раушерки и от других комментаторов слышали, насколько этот стих сам по себе проблематичен, поскольку эти два понятия противоречат один другому. Что иногда и очень часто правосудие оно противоречит справедливости. По суду все получается правильно, отнять у бедного и дать богатому, а по справедливости это нехорошо. Я простой пример привожу. Тем не менее, вот Авраам и его потомки, они смогут установить правильное равновесие и правильный подход в сочетании справедливости правосудия и возможно это как раз требование от других народов. Но как раз это указывает на то, что не имеется в виду конкретный суд. Потому что суд обязан судить по законам, по Конституции, я знаю почему, по Уголовному кодексу. Он не считается со справедливостью. но это предположение мое, я не наставлю. Тогда можно вопрос чуть шире. А все мудрецы согласятся, что закон про суды мы берем у Авраама? Или есть другие? мудрецы? дальше мы увидим, что там есть полгода разногласия. Давайте двигаться. Следующее. Ну, мы сначала закончим одно мнение, а потом видим разногласия. Слово Всевышний в этом стихе Гошем имеется в виду. Это намек на запрет благословения, то есть проклятие имени Всевышнего. И мы знаем это из того, что он также говорит в другом месте о проклинающей имени Всевышнего смерть умрет. Ну, это тоже связка, которая связывает слово Всевышнее здесь со словом Всевышнего в книге Вейкра. Понятно, что это слово, наверное, чаще всего употребляется в Таре, можно было найти много других употреблений, но почему выбран этот стих у меня нет. Обратите внимание, он оба нам фасука, особенно Вейкру, это 100% еврейский митцвод, это человек, который проклинал Бога, помните, который не знал, что с ним делать, и тот же самый раби Йоханнан, который нам сейчас рассказывает, точнее, дает возможность выводить законы бнынох из еврейских пасуков, и тот же самый раби Йоханнан запрещает нам изучать Тору, и тоже основывается Тора Сималану Маше на еврейском. Очень избирательный подход у раби Йоханна, когда иногда он нам дает еврейский митцвод и говорит, выводите оттуда не евреи заповедь для себя бнынох, а в другом случае берет еврейский пасук и говорит, не выводите. Нет, но это ты слишком жестко судишь, Раби Йоханнан. И потом, так сказать, это самая по себе интересная тема, я знаю, она тебя очень тебе близка и волнует, но в данном случае мы не обсуждаем подход Раби Йоханна, почему он в разных местах казалось бы, говорит о разных вещах. Он вообще не знает, каким образом мы вообще не знаем, каким образом и ноах вообще, откуда они знают эти все заповеди. Если мы не придем и не скажем, что вот вам семь заповедей, мы в принципе даже не обязаны видимо им объяснить из какого стиха они вытекают. Я понял, Раби Йоханнан, потому что проклинающий имя Всевышнего в Айкре, он по маме еврея, по папе египтяне, поэтому смело можно сказать, что про Бадейнов здесь как раз и сказано. Ну нет, по маме евреи, значит, евреи там. Ну да, там есть идея. В то время как раз по папе было. Как раз, по-моему, когда дальше Шульханнарухи Рафшерхи обосновывает вот эту заповедь, он ее к этому пасуку и привязывает, из нее и выводит. Так что, видимо, есть какое-то серьезное основание. Дело в том, что действительно я не думаю, что именно о проклятии имени где-то еще и говорится, потому что тут на самом деле не если с Авраамом не очевидно, почему именно этот пасуг выбран, и связь заповедует правосудие, но там заповедует все устные. А здесь конкретно этот заповедь прямо и приводится в экран, что запрет проклинающего, проклинать, да, поэтому как бы связь, тогда понятно, почему она именно с этим стихом, потому что стих именно об этом и говорит. Далее, слово Элукин, да, в этом стихе это намек на запрет поклонения идола. Мы знаем из-за того, что он также говорит другом месте не будет других богов, да, ну, в общем, как бы тоже еврейский заповедь здесь и заповедь. слово человеку, это намек на запрет кровопроектия. И мы знаем из-за того, что он также говорит в другом месте, проливающий кровь человек. То есть это вот все три, они как бы более естественные, потому что ты просто берешь стих, который в этом запрещается, да, и в данном случае вообще говоря, вот как раз было в нашем отрывке о союзе Ноха, о запрете проливания крови, да, то есть тут как раз нет сомнений, откуда это берется, потому что об этом сказано прямо, никаких намеков. Слово говоря, в этом стихе это намек на запрет разврата, и мы знаем это из-за того, что он также говорит в другом месте, это вообще из книги Ремияу, да, не только из-за а из Танаха, из очень далекого источника от перешит. Говоря, вот отошлет муж жену своей, уйдет от него и будет для другого мужа. Мы видим, что стих говорит о том, что женщина, бывшая женой одного человека, может быть, в ее только после того, первый до сей развод, отошлет. И этот стих начинается, словом говоря, тоже очень-очень расплывчатый такой. Почему Лейморг это намек на разврат очень непонятный. У Арахай Макадоша уже два раза было. Ну, просто было это, он рассказывал, да, он рассказывал, что Леймор, помимо всего большого количества значений слова Леймор, там штук 15-20, а Рафшерке говорил, что Левитас, знаменитый, он написал книгу, где есть 200 объяснений толкований слова Леймор. Так вот, одно из основных толкований... Левинас? Да, Левинас, да, Левинас. Это Рафшерке сказал, я эту книгу не видел, верю на слово. Но У Арахай Макадоша любит слово Леймор, ни одного слова Леймор У Арахай Макадоша не пропускает. И вот в некоторых случаях, да, он говорит, если здесь есть Леймор, ищите запретные связи. Постоянно. Да, 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 ну, в общем, есть что-то такое. Это какой-то такой намек, который, на самом деле, действительно, я думаю, не только в этом стихе он возникает. Почему, не знаю. Ну, вот что-то в этом слове Леймор... Ну, но Рафшерке тоже говорил, он только немножко шутил. Он говорит, если есть Леймор, ищи Амур. Ну, Амур на французском любовь. Да, да, я поняла. Амур, Леймор. Я думаю, что здесь есть что-то такое в этом слове говорят, что-то такое неопределенное. Не просто сказал, нет, иногда это означает просто передача какого-то мнения, да, а между нами говорят, а что-то такое, понимаешь, что я хочу сказать, да, тут было что-то не совсем такое, приличное, да, между нами говорят. Вот есть у него какой-то такой оттенок, это не случайно просто, конечно, так, но или это на меня влияет, то, так сказать, это, это, как бы, известное толкование, но все-таки, мне кажется, что-то здесь такое, видимо, есть. Точно так же. Все проще. Все проще, просто лимор, это же на арамейском имра шерсть, она, как бы, во-первых, скрывает наготу, а во-вторых, это, она мягкая шерсть, это же, это слово вообще само по себе женское, лимор, в отличие от ледобэр, ледобэр, это громкое, это жесткое, это мужское слово, ледобэр, а лимор мягкое, есть еще более мягкое, сиха, вот, но лимор, она вот, если слово лимор, держи в голове амур. Фотагид, ледобэр, фотагид, ледобэр, правильно, ледобэр, лебнот, яоков, и женщинам Тору давали с помощью слова лимор, а мужчинам с помощью ледобэр, либо леогип. Ну, в общем, да, может быть, из-за этого, да, может быть, да. У меня еще одна ситуация с третьей частью Шма, да, где тоже говорится лимор, и дальше говорится лото Атуру, не следуйте за своими глазами. Да, прекрасно. То есть, не случайно, да, ну, то есть, выбран стих определенный, который говорится о том, что муж должен дослать жену, то есть, фактически, здесь говорится о разводе, этот развод, на самом деле, это развод такой же, как у Нейно, потому что в разводе, в любом еврейском, например, сегодняшнем галактическом, существует две части, да, как и в браке, да, есть кедушин, и есть введение в дом, да, то есть, начало совместной жизни. И в разводе есть две части, это гет, то есть, расторжение Святого Союза, да, который был заключен через кедушин, и отсылание или расхождение в реальность, да, то есть, а у Нейно как бы нет обязанности освещать брак, поэтому нет ни кедушина, ни гета, но вот эта вот часть, как ввести и вывести, она, она и есть брак и развод, то есть, пока нет развода, то понятно, что она не может выйти замуж за другого мужчину. От всякого дерева, тут тоже более понятно, по-моему, в этом стихе это намек на запрет призвоения чужого. От всякого дерева ешь, но нет присвоенного, незаконного другого человека. То есть, то, что тебе можно есть, тебе можно есть свое, от чужого нельзя, то есть, тут даже нету никакой силы, да, просто намек, на то, что... А какой намек, он мог только от дерева хавы съесть, там больше никого не было, либо у Нахаша забрать плод, там все принадлежало. Есть от дерева познания, да, это как бы ему было запрещено, вот мне должен был от него есть. Но это была совсем другая история, дерево познания. Ну, другая, да. Где же вывели намек, не можно... От всякого дерева, действительно, от всякого. Все, что было в саду, все ему принадлежало, поэтому он мог бы от них есть. А если бы там были другие деревья, тогда бы он от них не мог быть. То есть, какие-то другие, вне сада. Вообще говоря, ему все в тот момент принадлежало, ну, что поделать там. Ну, это то, что из всего, что тебе принадлежит, ты можешь есть. Классно. Но только не... Это знаешь, как это самое... Позитивное мышление. Вместо того, чтобы сказать, нельзя есть от чужого, сказать, а то можно есть от своего. Да? А слово есть в этом стихе означает запрет употреблять в пищу органов живого. Стих как будто бы говорит от всякого дерева, есть? Но нет живого. Живые существа пока не живы, в отличие от деревьев. Да, вот от дерева можно есть. Можно есть не только плоды, на самом деле, но и... Если тебе очень хочется, и листья там какие-нибудь, да... Не знаю. Некоторые бывают съедобные. То есть, сорвал, съел, ничего страшного. Но от живого, там, животного, ухо ты не можешь оторвать и съесть. Это тебе не листочек. Живые существа пока не живы, в отличие от деревьев, предназначены для еды, для того, чтобы давать и растить потомство. Михамма, это доказательство того, что Раби Йоханан не считал вегетарианцем допотопное поколение. Нет, это не доказательство. Абсолютно. Если он выводит отсюда не кушать от живого, значит, была возможность кушать, было разрешение кушать от живого. Зачем запрещать... Нет, на самом деле, это законы Брейн-Мофф, которые... Почему они выводятся из стиха, которые сказаны Адамом? Адаму в прямом ничего такого не сказано. И там нет разрешения. У Адама есть живот. Только оно дано новое. В прямом тексте Тары в простом значении. А то, что у нас из этого с ука вводится законы Брейн-Мофф, это вовсе не значит, что они были даны Адаму прямым текстом. С другой стороны, очень важно, я думаю, именно вывести это еще из, так сказать, из заповедей для Адама, чтобы обосновать, что это на самом деле какая-то очень важная основа всего. Хотя Адаму тогда еще не разрешалось съесть от животных вообще. Тем не менее, не есть часть от живого животного. один из столпов, на которых потом будет человечество от новых. Но оно уже сказано намеком Адама. Так мне кажется. не знаю, мне кажется, тут сложно. Раби Йоханн запутал нас очень сильно, взял послуки, которые... Еще раз, давайте скажем так, стих этот, он не сказан прямо Адаму. Это мы сейчас смотрим ретроспективно назад. Говорим, вот там вот, в том, что он сказал Адаму, Адаму задержался в шифре. Важный шифр, потому что он сказан был Адаму в самом начале человечества. Потом это проявится, потом это реализуется, потом это будет более ясно объяснено, потом помнено. Но заложен это еще был Адаму. Мне кажется, это вот то, что именно этот стих толкуется таким образом, это в данном случае важно. есть такой Медраж, который спрашивает, откуда Мушей Минаторас, откуда Мушей из Тары. Это совершенно сумасшедший вопрос. Я только забыла этот стих. Приводится какой-то стих из Берешит. Ну, это просто там, где потоп, там, где 120 было. Там он, как говорит, он утонул, да. Нет, нет, не вечно духу моему быть пренебрегаемым на земле, да, и там какое-то слово, у него дематрия 120 лет, да. В общем, короче, совершенно идиотский вопрос, в принципе, если задуматься, откуда Мушей из Тары, это же что имеется в виду вообще, почему мне нужно, чтобы еще тогда был намек о том, что будет Мушей, так же здесь. На самом деле реализация в данном Актуле, в реальность она никак, нигде еще полностью не реализовалась. Потенциал. Это в потенциале возникает здесь, Хотя какие-то вещи для дам уже безусловно актуальны, но более, поэтому они называются заповеди МНО, потому что они будут реализованы уже для МНО в той форме, в которой мы их знаем. А вот рабийцах будет совсем другое говорить, правильно я понимаю? Давай читай про рабийцах. Ну, у меня голос сел, он Андрей лучший, у него левитан, голос левитана. Далее Гмара приводит иное толкование того же стиха. Биата рабийцах короче, когда пришел рабийцах, он учил в Барайте наоборот. Слово и заповедал это намек на запрет поклонения идолам, а слово властелин Элуким в этом стихе это намек на заповедь установить суды. Игмара выясняет, как именно толковала Барайте эти слова. Хорошо и понятно, когда Барайте говорит, что слово властелин это намек на суды, так как это слово может означать не только имя Всевышнего, но и судьи, как написано и предстанет хозяин дома перед судьями, перед Элуким. Шмот 22. Но вот из слова и заповедал служение идолам как слышно, то есть как слова и заповедал можно подумать, что речь идет о поклонении идолам. Прекрасный вопрос, просто прекрасный. Все поняли, кто нас смотрит? По поводу Элуким вообще все просто. Раби Йоханан сказал, Элуким это второе значение башки и поэтому запрет на Абаду Зару для Бнайнуах. Арабийц вспомнил, что есть второе значение Элуким, точнее уже третье, это судья. И значит все-таки не запрет Абады Зары, а как раз не запрет, а установление судов здесь, заповедь номер 7. Кстати, она видите номер 1. Согласно Иерусалимскому Талмуду она везде номер 1 Денин, а согласно Вавилонскому она самая последняя. И вот это нам понятно, а вот вопрос как можно из слова заповедал вывести из запрета Абады Зары, тут даже сама Агмара спрашивает. Ну, она всегда будет спрашивать, да. Если что непонятно, она плеснет спрашивает. Ну, отвечает она на вопрос, она находит стих соответствующий, да. Это уже Вавилонский Амурай, Рафизде, Равицк, Барабин. Я не знаю, стоит ли читать дальше. Они находятся в соответствующих стихах, которые один, оба из них, оба этих стиха связывают слово заповедь с нарушением заповедства, когда они сделали Тельца, а потом в книге Оше критика израильского царства, ограбленный фраем, разбит судом, поскольку пошли за запад. Связать можно. Я просто задумывалась о том, как тут не просто так же Гемара приводит два таких подхода, что он меняет эти вещи. Какая-то за этим стоит идеология, я искала коммендаторов не особо по этому полу нашла. И Разба тоже не объясняет, хотя часто бывает объясняет. Разные такие, может быть, кто-то и объясняет, потому что это не случайно, у них разные соображения какие-то есть в этом отношении. Например, то, что он говорит, что заповедь это суды, например, это может означать, что естественным образом, без того, что заповедан человек, создать суды или вести себя в мере суда и справедливости. без заповеди, что это не пройдет. Можно подумать. Не случайно суды связаны с заповедом. Если я тебе не заповедую, если Авраам своим потомкам не заповедует, ничего не выйдет. Не будет ни судов, не будет справедливости, не будет ничего. То есть естественный мир, он не приводит к созданию судов. с точки зрения другого трактовки, другого толкования. Как раз суд это естественная вещь, элуким это как бы тоже проявление Всевышнего, но проявление Всевышнего через природу. То есть в природе человека все-таки есть стремление к созданию судов, к введению справедливости. Это вообще неоднозначный вопрос. Так или наоборот. Соответственно то же самое можно сказать и про долпоклонство. Если мы выводим долпоклонство из слова элуким запрет, то получается, что у человека есть естественное какое-то отторжение от упоклонства. А если мы выводим слово заповеди, то получается, что запрет упоклонства без заповеди человечество не воспримет. Надо ему запретить поклоняться идолам, иначе он не дойдет своим умом, что это плохо. Вот такие у меня сопротивления. Нихама, ты сейчас продемонстрировала настолько глубочайшее понимание этой разницы, а вот интересно, это уже только мудрецы 20-21 века так разбирают, или были и 2000 лет назад? Я не знаю, я на самом деле просто пытаюсь понять. Я пыталась, я же сказала, я пыталась найти, но у меня не было очень много времени, к сожалению, я глубоко не залезла. Посмотрела, то, что если покопаться еще, то думаю, что можно найти. В принципе, это продолжение некоторых, так сказать, анализа Гемара. Здесь она этим, допустим, не занимается, но в принципе она всегда такие вопросы задает, в чем разница в подходах, почему там Рабиша. А если Гемара не задает такого вопроса, то потом решение Махронин задает. Понятно. Может, успеем еще один и все? Ну, может быть, вообще здесь остановиться, потому что то, что мы… мне кажется, нужно причем кубарь. Гемара выясняет, какая разница в законе возникает в различии источников проведенных Равхиз де Радиме. Просто я не прочла, я хотела остановиться на разнице подхода между Рабьеханом Рабьескиным, а Равхиз де Радиме они ссылаются на разные стихи в объяснении подхода Рабьескинка, да? Рабьескинка. И Гемара это уже следующий как бы этаж. Она спрашивает, в чем разница в законе конкретно на тот или другой стих мы ссылаемся. Ну, прости тогда, Дима. Начиная с этого отвечает Гемара на этот вопрос, Равхиз де Радиме по-разному ответили на этот вопрос. Равхиз де Равыцах Бара в Диме по-разному ответили на этот вопрос. Один из них сказал, что это значение слова заповедал мы видим в стихе «быстро сошли с пути, который я заповедал им, сделали им тельца литого и поклонились ему». Как мы видим, в этом стихе ясно сказано, что слово заповедал относится именно к запрету служения идолам. А еще один, то есть другой, сказал, что это значение слова заповедал мы видим в стихе «ограбленный Фраем разбит судом, поскольку последовал за заповедью лжепророков». Пророк сообщает, что Эфраем разграблен народами, разбит судом Всевышнего за то, что последовал за заповедью пророков, в кавычках, которые призывали к поклонению идолам. Ну, Раби Ицхак прав, а Рабхизда непонятен. Согласитесь, да? Если у Рава Ицхака железный аргумент, там заповедь используется в контексте Авады Зары, то Рабхизда, он, ну, нельзя так сказать, что слово заповедал относится к запрету служения идолам. Здесь написано, что слово заповедал относится к пути. Сошли из того, что я заповедал. И что? Оно относится не к тому, что они сошли, а к тому пути, с которого не сошли. То есть, изначально заповедь была пути, хорошего пути, а вы бросили. Поэтому контекст немножко другой. А вот по поводу Эфрайма, сто процентов попадания. Я обголосую за Рава Ицхак, Бар Авгиме. Тем более у него хорошая фамилия. Смотрите, какая. Дима. Он Бар Авгим, он сын Авгим. Но неважно. Он тебе близок, я поняла. Но главное для нас в данном случае Димара не выясняет, из какого точности кто ближе к истине, а какая получается разница в законе. И по-моему все-таки она в данном случае Талаха, насколько я понимаю, идет за Равхим. Насколько я помню, может я ошибаюсь. Далее Гимара выясняет, какая разница в законе возникает из различия в источниках, приведенных Равом и Равом Ицхаком Бар Авгиме. Какой аспект законно различается со спором между ними и из какого именно стиха его толковать. То есть если ты толкуешься из одного стиха, получится одно, а из другого получится другое, иначе не имеет смысла им спорить. Потому что это Амура и они спорят в отношении Галахи обычно. Иначе не совсем понятно, что они здесь делят. и отвечают на этот вопрос. Есть между ними различия в случае, если идол-поклонник сделал идола, но не поклонялся ему. Откуда мы это видим? По мнению того, того, кто сказал, что мы учим запрет поклонения идолу для потомков ноха из стиха, быстро сошли пути, которые заповедовали им, в том момент, как он сделал, потом уже обязан к наказанию. Ведь, как мы видим, этот стих обвиняет в Израиле уже в том, что они делали идолу, а не только в том, что им поклонялись. А по мнению того, кто сказал, что мы учим запрет поклонения идолу для потомков ноха из стиха ограбленный франк, разбитый дом, поскольку последовал за западом уже пророк, он поклонялся им реально. Пока потомок нох не последовал за это, он не служил, но он не может быть обвинен. Все понятно. Дальше будет пиль-поль. Стоит нам этим заниматься или не стоит, я не знаю. Я думаю, что на этом лучше остановиться. Но давайте сделаем маленькое резюме, которое сейчас мы прочитали. То есть спорят два мудреца, два Амараим. Они спорят по поводу происхождения запрета воды Зары. Причем конкретно эти два мудреца Амараим, в отличие от Раби Йоханова, они спорят по фразе, которая стоит за этим. Оба согласны, что слово цав, митва, лицовод. Они на самом деле не согласны они или нет. Они трактуют мнение раба Иц. Они оба согласны, что слово цав намекает, вернее, не намекает, а из этого слова выводится запрет воды Зары. В отличие от того же Раби Йоханова, который говорил, что там Элоким. Послушай, то, что я хочу сказать, что это необязательно. Они сидят себе быть мидраши. Я обсуждаю. Есть мнение двух Танаев. Они не могут спорить ни с одним из них. Потому что Танай это там, великие, большие. Они тут маленькие. Они не разбирают, кто из них вправо. Они говорят, а вот как объяснял Раби Йитс, как Раби Йитс как объяснял, откуда он вывел это заповедник. Сейчас. Один вывел о ситуации с Золотым Тельцом, а второй выбил из Эфрайма. Да, но на самом деле все не очевидно, что они согласны с Рабами из Рабейска. Они могут сказать, я не знаю, кто из них прав. Раби Йитс или Рабейска. Но я хочу разобраться, откуда это выводили. То есть, может быть, они согласны с ним. Но они в этом буду вообще не спорят. Может быть, они согласны. Но факт что они вывели, не просто взяли пасуху и вывели, а вместе с выведением этого пасуха еще некоторое количество дополнительных митцвод внутри этого они тоже затянули. Потому что ситуация с Золотым Тельцом, она изначально рассматривается, что наказывать будут только за изготовление идола, а в ситуации с Эфраймом необходимо что-то поклоняться и тогда тебя будут наказывать. Вот это очень интересная тема. Я думаю, что она будет иметь продолжение для Бныно. Да, конечно. Там, по-моему, даже, по-моему, я сейчас точно не помню, у Равшерки есть об этом. Можно ли делать это? Представляете, сколько нам времени экономит Равшерки? Когда он взял, сформулировал и говорит, ребята, запомните. А мы говорим, нет, мы противны, мы хотим источники. Получите источники. Ну, по-моему, интересно. Я, на самом деле, просто, я думаю, что нам надо сегодня остановиться и, может быть, мы еще вернемся к этому, потому что Равшерки еще раз потом упоминает. Ну, или, может, мы когда-нибудь вернемся вообще к тому, чтобы прочесть вообще всю гемару, все, что относится к длину, подряд, с разными комментаторами и так далее. Но в данном случае, я думаю, нам надо ограничиться все-таки семи заповедями общим взглядом. Мы видели, что есть два основных подхода, как их делить. И в конечном итоге эти же семьи, как бы, гавилонский тонн, во всяком случае, считает их базовыми, семью заповеди, о отношении других заповедей, которые добавляют другие танаи, он как бы не принимает ля-ла-ха. Я думаю, можно остановиться, хотя на самом деле интересно прочесть, может быть, что по этому поводу говорит Кузарь, но может быть, в следующий раз тогда. Тогда спасибо всем, было интересно. Не знаю, кому, но мне было очень интересно. Наверное, все спали, а я единственный не спал. Ну, нет, по-моему, совершенно никто не спал, по-моему. Спасибо. Не знаю, по-моему, Нахама просто раскрыла такую стереофоническую глубину Талмуда, да, то, что вначале казалось каким-то издевательством, да, над несчастными в Найнох, которые пытаются это разбирать, а в конце оказалось, что вообще там все, как бы, так далеко идет, и каждый, они просто там беседуют цитатами, да, но у нас со каждой цитатой скрывается целая концепция или целый закон, как это все соблюдать, просто, да, какая-то фантастика. Ну, в общем, да, Талмуда это такая очень завораживающая вещь, и я помню, есть какой-то хасинский рассказ, что ли, про какого-то рэбе, который ученики застали утром, потом полдень, потом вечером, он все время сидел над одним и тем же листом Талмуда. Они очень удивились, почему он не двигается дальше, он говорит, ну, тут же так хорошо, так хорошо. Тут в таком духе, да, то есть там есть что-то, над чем раздумывать, но мы, как бы, коснулись только немного, мне кажется, и у нас еще впереди длинные пути, я очень рада, что в конечном итоге мы за это взялись, но в следующий раз тогда мы начнем, прочтем пузыри, немного упоминаетесь об этом, и дальше мемониды, и так далее, более, более практические вещи. Окей, всем спасибо, всем удачи. Спасибо вам всем. Большое спасибо, приходите. Спасибо. В следующий раз. Спасибо. Приходите сами, приводите людей. Спасибо.